МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учебное чтение там было. И вот там Мамаев курган, родина мать зовет. Вот эти памятники. Такое впечатление произвели. И вот спустя 28 лет сбылась мечта. Вот здесь друзья. Попросил хороших людей. Ну, согласились. Вот снял крипт здесь именно у вас. То есть вы приехали, увидели город, влюбились? Город я был влюблен еще в раннем детстве. Красивый город. Город-герой. Ну и друзья, и люди хорошие здесь, гостеприимные. Вот хорошо встретили, вот решил стать здесь. О чем песня? Песня про любовь. Так и называется «Обращаю любовь» на слова и музыку нашего популярного композитора Ревана Гайбилоглы, который подарил мне эту песню. И, естественно, летом я посчастливился мне здесь ее снять. Красивая песня. Ну, так правда, как у нас в стране ее, как опубликовали, что они сейчас на любви русской девушке к азербайджанскому певцу. Но, естественно, эта песня так сложилась, что в результате мне попросили даже продолжение уже снять, потому что настолько впечатлило впечатление этой песни в нашей стране. Вот решил также у вас в стране поприсутствовать, вновь побывав в гостях у вас, решил обратиться уже к вам, чтобы родина клипа здесь, рождение клипа именно здесь. Настолько хорошие теплые воспоминания. И вот решил поприсутствовать на вашем телевидении, за что я вам благодарен за ваше присутствие. Сейчас будет минутка откровения от ведущей. На самом деле, я слушаю совершенно разную музыку, как создаются клипы хип-хоп-исполнителей. Мне понятно. Как создаются клипы этнических музыкантов. Ну, тоже, в принципе, ясно. Рокеров тем более. Шансон-исполнители на что опираются? Ну, я вам скажу, что так как жанр шансон, это разорвется где-то в 16-17 веке во Франции, в переводе шансон означает музыка. Это как бы, вот есть музыка, есть вокалисты, есть народные исполнители. А вот шансоне – это такое исполнение, такой жанр, что ты говоришь, но говоришь как бы с музыкой. Естественно, в основном в шансоне там сочиняется любовь к родине бывает, в шансоне бывает любовь к женщине, любовь к матери и т.д. и т.п. То есть там все исходит от души, все исходит, говорит. То есть не надо углубляться. Вот мы можем пару примеров привести. Того же самого шансона Барда, вот Высоцкого, покойного. Но человек сочинял, у него все это исходило души. Он был одним из первых лидеров шансона советского времени. Вот поэтому шансоне тут особо не стоит даже углубляться. Тут вот это шансоне, в основном, конечно, касается любви. Но я уже сказал, подчеркнул, что любви к родине, может быть, любви к матери, любовь к женщине. Там особо не стоит… Пишешь, говоришь музыкой. Это стихотворение, как бы говоришь музыкой. Вот это все. Тут уже не надо в лициатуру впадаться, там лициатурные слова подбирать. Подбирать так красиво, чтобы это… Образ шансона-исполнителя, насколько он может быть разным? Вот в моем понимании, в принципе, Вы ему соответствуете на 100%. То есть это рубашка, расстегнутый ворот, где-то там, может быть, шляпа еще иногда. Ну, это на любителя, кто как хочет. Ваш любимый предмет – гардероб. Ну, да. Но когда-то это был галстук. Даже мечта была, свою фабрику галстук открыть. Ну, а так, естественно, я люблю красивые яркие рубашки и пиджачок. Это любимый вот деталь в гардеробе. У меня есть такая информация, что Вы спели в дуэте со Стасом Михайловым. Есть такое. И это для Вас какая-то особенная веха в творчестве или просто такой факт рядовой? Ну, так как у себя в стране исполнитель именно русского шансона, российского, популярен. Я очень, не знаю, вот я могу пару Ваших, несколько перечислить Ваших популярных лидеров. Шансон, такие как Шевотинский, Покойный круг, Розенбаум, Стас Михайлов, Лепс и так далее. Ну, Стас Михайлов, когда он появился, когда на сцене, вот манер его пения, какой жанр, что у него свой стиль. Мне так он столько понравился, что человек приехал в Азербайджан, в Баку дал концерт. Ну, мне посчастливилось с ним спеть, да. Для меня это, естественно, была какая-то мечта какая-то, побывать на одной сцене. Ну, это посчастливилось мне вот так вот. Рашат, чем Вы заняты сейчас и какие у Вас творческие планы на ближайшее будущее? Ну, чем может быть занят актер или же певец? Естественно, творчеством. Это если глубоко углубиться в мою карьеру, то есть разносторонняя она, то есть исходя из образования. Ну, просто вот творческая карьера, ну, это то, что меня так затянуло, от чего не могу оторваться. Там есть занятия спортом, естественно, и то, что занимаюсь творчеством, пытаюсь совместить все это. А на будущее есть, дай Бог, ближе к осени, я собираюсь выпустить новый альбом. Там есть военно-патриотический характер, два альбома, и вот такой вот. На русском языке? И там и на русском, и на своем, и даже на зарубежном есть песни. Вы хорошо владеете английским, да? Есть английский. С какими языками вообще? Нет, я пою на разных языках. Есть итальянские песни в моем репертаже, есть испанские песни, ну, естественно, и английские. То есть популярные песни, которые в новой аранжировке, на постановке просто вот. А так, да, на русском, и на своем азербайджанском тоже есть. Сейчас вот так мимолетом, да, сказали про спорт, что находите для него время. Как много? Ой, я бы сказал, это неотъемлемая часть жизни. Я всегда, вот, все ребятам в стране говорил, что вот, когда задавали вопрос, что есть три течения по жизни, без которых я просто не представляю свою жизнь. Это вера во Всевышний, это вера. То есть религия, это, то есть то, что доставляет бить сердце, доставляет жить, да. И музыка, без которой я просто не представляю жизнь. Ну и спорт. Это просто, без спорта я вообще не представляю человека, потому что спорт, человек, помогает человеку держаться в форме, жить здраво и шагать в ногу. Спортом, да, занимаюсь, это обязательно. Где? В зале, бегаете? Тренажерный зал, это обязательно, это обычно фитнес, там, и, естественно, там, я бы не хотел, ну, айкедо занимаюсь. Вот такой вид спорта, такой вид боевой айкедо. Вот я им занимаюсь тоже. Рошед, у нас есть для творческих наших гостей такая добрая традиция – это блицопрос. Кратко, максимально честно, все как всегда. Давайте. С кем бы вы хотели поработать в тандеме из исполнителей, неважно, наших, зарубежных, ныне живущих или уже почивших, это абсолютно не имеет значения. Да их уйма. И были такие вот певцы, легенды, на которых я поставил свое творчество. Такие, как Эблс Пресли, да, такие, как Битлз, Фрэнк Сенатор. Вот я вырос на творчестве этих людей. А что касается российских исполнителей, до сих пор меня, вот, я опять же, очень люблю Шевотинского, да, очень люблю Стаса Михайлова, Григория Лепса. Там, ну, Покойного Круга, Розенбаума, кто у нас там, ну, много вот из российских исполнителей. С зарубежных что там осталось? Ну, Хулиг Лессис, вот, очень уважаю этого человека, его творчество. Много, много, много можно было перечислить. Но единицы, конечно, вот сейчас, с моим направлением в Россию, так что, вот, я до сих пор, вот, мечта, вот, опять, встретиться с этими людьми, таким, как Лепс, Стас Михайлович и Шевотинский. Вот для меня это трое калидзеров. Вы поете много о любви. Свою первую любовь помните? Да, помню. Пару слов о ней. Ну, это было в ранней, в ранней молодости, так скажу, это в школе было, мои 15 лет. Кстати, этот человек, который живет тоже в России, да, как раз, ну, все нормально, нормально расстались с друзьями, все было хорошо. Вот, и на этом пошло моя, вот, еще большая любовь к творчеству, потому что тоже был непосредственно творческий человек. Так же, как и тоже, как когда-то танцевали вместе, танцами тоже занимался бальными в свое время. Ну, и вот так вот. Ну, и детство, я не знаю, вам что еще интересного, я могу рассказать. Ну, я думаю, этого достаточно. А творческого человека все так или иначе ждут каких-то креативных всегда поступков, чего-то интересного. Вот самые незаурядные подарки, которые вам доводилось делать? Маме, другу, девушке, неважно. Не знаю, сколько это красиво говорить. Бывало так неожиданно, подарок, например, маме на 60-летие, песня была сочинена еще моей ранней, вот она мне было 20 лет. И когда спустя 13 лет я предложил я сняться в клипе, который посвятил маме на ее день рождения в 60-летие. Это был один из первых моих клипов, песня, как называется, «Мама». Это мое первое сочинение, маме было. Это вот непосредственно такое неординарное подарок. Она оценила, ей было приятно? Да, все ее подруги, мы все это смотрели. Даже в тот период я был первым певцом, и меня за это, естественно, вознаградили. В телевидении в лучшую десятку вошел, что он один из первых, кто сочинил меня в том году про маму, еще никто не пел в том году. Да, и маме, естественно, там были определенные слезы, овации. Вот это был один из неординарных таких подарков креативных для мамы. И мама же снялась в клипе сама же. Как вам удается при таком плотном графике уделять ей время? Вот в чем это выражается? Маме? Да. Как вы с ней проводите время? Ой, мама, с мамой не так сейчас, потому что мама в другом городе, я в другом, но мы часто созваниваемся. Вот недавно был у нее тоже. Мне кажется, чтобы время, не надо искать время для мамы. Для нее все должно быть время. Потому что мама – это незаменимый человек, посты нам всевышним. Это потому что человек воспитывает, человек направляет. Но это незабываемое создание. То есть неповторимое создание для каждого человека, для каждого существа вообще в жизни. Поэтому для мамы не надо находить или искать время. Это время должно быть всегда. Мама позвонила – все. Надо уделить ей время, побежать к ней. Или самому позвонить. Просто спросить, мам, как ты? Я тебя очень люблю. Этого достаточно, чтобы маму этим обрадовать. Рошад, я бы хотела вас попросить. Не все музыканты на это благосклонно реагируют. Но не могли бы вы для нас исполнить какой-то небольшой отрывок своей песни «Любой»? Любой? Любой, совершенно. На ваш выбор. Просто небольшой. Это из истории «Донамор», которую я очень люблю. Да, давно же песня прозвучала. Я могу куплять. Теперь давай. «Донамор» Спасибо большое. Это было замечательно. Рошад, мы желаем вам успехов. Спасибо большое. Как творческих, личных, во всех отношениях. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Ну что ж, а вам, уважаемые телезрители, я напомню, что наше интервью доступно для вас на сайте Волгоград24.тв. Всего вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова